Сборная Голландия Сборная Голландия Но если смотреть по очкам, набранным и потерянным, все еще поправимо. Ну и сейчас вот эти две товарищеские игры, которые сборная проводит, одна уже сыграна против Марокко, ну и теперь в полном боевом составе. Дома в Роттердаме против Кот Дивуара. Все это, конечно, будет очень важно для того, чтобы уже в полной боевой готовности выйти на игру отборочную. Игру против Люксембурга, которая состоится совсем скоро. Ну и понятно, что отношение к делу в сборной Голландии нужно менять. Именно для этого теперь возглавляется команду Дик Адвокат. И это его третье пришествие в сборную Голландии. За последние годы 11 раз меняла тренера сборной Голландии. Вот если взять эти 11 смен главного тренера, три из них пришлись на приходы в сборную именно Дик Адвоката. Дважды за эти 11 раз по два раза сборную возглавляли Гус Хидинг и Луи Ван Галь. Ну и вот Марк Вильмотс. Марк Вильмотс, который с недавних пор работает со сборной Кот Дивуара. И его команда находится в куда более выгодной ситуации в своем отборе. Отборе африканском на чемпионат мира. Пока набрано 4 очка. Ничью сыграли со сборной Марокко. Это единственная потеря очков для сборной Кот Дивуара в своей отборочной группе. Ну и вот они, футболисты этой африканской сборной. Сегодня они будут выступать в гостевых белых цветах. Давайте помолчить, послушаем гибель. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Традиционные оранжевые цвета формы. Но сегодня понятно, что в домашних стенах в Роттердаме Именно голландцы будут играть с привычным оранжевым. Ну а Кот Дивуара сыграет в гостевых белых цветах под руководством Марка Вильмаса. Еще раз напоминаю, Дик Адвокат вступает в свою должность официально только с 6 числа. Сегодня исполняющим обязанности тренера сборной Голландии будет Фред Гримм. Но состав, понятное дело, формировался с учетом пожеланий Дика Адвоката. И сегодня у голландцев он таков. В воротах Еспер Силлисон под 22 номером обороны. Дейли Блинт в пятый, 14-й Бруно Мартин Синди, второй Джоэл Велтман, 12-й Кенни Тетте, 18-й Дэви Пропер, 10-й капитан команды Дэви Классен. Человек, который долгое время был под вопросом для участия в этом матче, так как у Классена было повреждение. Но тем не менее он сегодня в стартовом составе. Шестой номер Кевин Стротман, седьмой Мэмфис Дэпай, девятый Винсент Янсен и одиннадцатый Ариен Робен. Что касается сборной Кот Девуара, здесь есть эксперименты, здесь есть два новичка. Но тем не менее давайте полный список футболистов, выбранных в стартовых состав. Марком Бильмутсом я зачту. Бадрес Сангаре будет в воротах играть под 23-м номером. Исмаэль Траоре номер 4, 19-й Смон де Ли. Пятый номер Вильпред Канон. 17-й номер Серж Орье, капитан команды и, наверное, самый опытный, несмотря на не столь серьезный возраст футболист. Жованни Сьо под 13-м номером будет выступать. Жан-Филипп Бомен. Под 24-м Франк Кесси. Под 11-м шестой Жан-Мишель Сери. Девятый Максвел Корне, футболист Леона. Один из самых молодых и, наверное, талантливых игроков Кот Девуара. Ну и также под вторым номером в атаке будет выступать Николя Пепе. Прекрасные планы Роттердама и заполненная арена Декюб. Все готово к началу этой встречи. Опять же, новый виток истории голландского футбола. И очень хочется, чтобы эта яркая страна, страна, безусловно, футбольная, на чемпионате мира была представлена. Многое зависит здесь от Дика Адвоката и, конечно же, футболистов сборной Голландии. Ну и главный арбитр встречи, которого также нужно представить, это Харли Лехтнер из Австрии. Дает стартовый свисток. Меня зовут Михаил Масаковский. Буду вместе с вами наблюдать за событиями этой встречи. Эта встреча, которая уже началась, и сразу футболисты сборной Голландии приступают к высокому прессингу. Заполняются потихоньку трибуны Роттердамской арены Декюб. Ну и посмотрим, как пройдет начало этого матча. По крайней мере, видно, что настроены очень серьезно. Подопечные Фреда Грима провели предматчевый сбор в Португалии. По ходу этого сбора присоединялись футболисты к сборной Голландии, к тому составу, который уже тренировался в Португалии. И нужно отметить, что предыдущие товарищеские матчи Голландии сыграли игру с Марокко. Футболисты под Девуара сыграли товарищеский матч с Бенином. Сборные проводили в несколько усеченном составе, потому как на первые товарищеские встречи, которые состоялись в конце мая, клубы не обязаны были по регламенту FIFA отпускать своих футболистов. Ну и поэтому, опять же, составы были неполны. Ну а сборная Куд Девуара и боксер сыграла тень футболистами, которые есть во внутреннем первенстве. Сейчас интересная могла получиться атака, но тринадцатый номер, это Сьо, немножко ее замедлил. В итоге не получилось вовремя принять решение, но вторую жизнь получает эта атака от Сьо. Опаснейшая ситуация! Удар в Силисен! И дальше отскакивает мяч снова к Сьо, но здесь ее отпускает тринадцатый номер. Ну и посмотрите, какой момент сейчас у Джованни был. И сам себе ухудшал ситуацию тринадцатый номер, ушел в линию ворот. Еще раз смотрим, как легко он ушел за спину центральным защитником. Ну и вот здесь совсем один принимал мяч, тем не менее замешкался и вовремя не успел пробить. Понятно, что с острого угла переиграть Силисена с Сио было очень и очень сложно. Нарушение правил. Дбамен завалил соперника на газон и в итоге штрафной. Депай будет подавать. Отправляет мяч в штрафную. Опаснейший эпизод! Чуть-чуть буквально не хватило здесь Янсену для того, чтобы попытаться переправить мяч в сетку-воротку от Дивара. Высочайший прессинг в исполнении сборной Голландии. Довольно легко из-под него выбираются футболисты Код Дивуара и Мавен. Разгоняет эту атаку, тем не менее довольно быстро она захлебывается. Активное начало и от тех, от других. Игроки сборной Нидерландов пытаются максимально высоко соперника прессинговать. У Код Дивуара не такой агрессивный прессинг. Тем не менее и он дает о себе знать. Ну и вот как следствие ошибка. Замельчили здесь в центре поля футболисты сборной Код Дивуара. И в итоге потерян. Блент. И в обратную сторону. Ну и опять же брак. Их опять же очень легко игроки Код Дивуара сейчас едва не потеряли мяч. Но продолжается атака правым флангом. Хорошо комбинирует африканцы. И мяч штрафной. В итоге угловой будет. Спокойно отпускает АП мяч на угловой. И Сири же отправляется к угловому флажку для того, чтобы выполнять подачу. Подача Сири. Опасно могло быть. Остается мяч штрафной. Подбор за Код Дивуаром. И сразу же передача направо. Но Олег нам показывает, что не было нарушения правил. Здесь очень трудно Мемфису Депаю навязать борьбу. И тем не менее делает это он. Оттягивает соперника во фланг. И в итоге тот ошибается в передаче. Как раз таки под прессингом от Мемфиса Депаю. Телкман. Передача налево. Здесь Блинц. И от него отпускается инструмент. Мактин сидит. Телкман. Убирает вперед, но никак не дадут выйти в центр поля. У футболиста Код Дивуара сопернику. Вот только сейчас. Удастся сделать после штрафного. Завалили Фелкмана, который потащивает мяч вперед. Дальше передача. Блинц. Трое против него. И выбирается и делает передачу на Янсена. Атака продолжается. И потеря. И в обратную сторону можно разгонять атаку. Можно играть. Показать армитр ТТ сейчас будет бросать из-за боковой. Совсем молодой парень. Один из самых талантливых представителей нового поколения амстердамского футбола. Тех самых парней, которые выбрались в финал Лиги Европы в этом году. Но далее уже Манчестер Юнальд. Еще раз смотрим первый удар по воротам. Код Дивуара, но совсем не точный. Серьезная угроза здесь для Владимира. Городия. Городия. Депай. На левом планке по-прежнему мяч Блин, здорово закидывает мяч вперед Ну, точно, немного Дальше уже футболистом ход Девуара Нужно выбираться из-под этого прессинга Удается им это сделать Слева есть продолжение Один там горное Ну, игнорирует партнеры И дальше через центр идет атака Сио неточную передачу выполнил В касание пытался переправить мяч партнеру Не получилось, но тут же потери Бурный Нидерланд В итоге только из-за боковой Ну, и Вильмурс очень активен на бровке Ну, и вот он тренерский дуэт с Фред Гримм и Франц Кук В прошлом два голкипера Если говорить про Фреда Гримма Который, опять же, против товарища Встреча пополняет с обязанности главного тренера Но совсем скоро уступит это место дику адвокату Фред Гримм В прошлом очень талантливый голкипер Долгое время выступавший за амстердамский Аякс Выиграл четыре титула чемпиона Нидерландов с Аяксом Выиграл лигу чемпионов Ну, правда, там, конечно, основным голкипером был Эдвин Вандерсак В том составе амстердамского Аякса А перед ним только под ним В частности, в финальном матче Выигранного розыгрыша Нига чемпионов Гримм располагался на скамейке Спасных Милана Тем не менее Полторы сотни матчей За Аякс во всем мире Сыгран Запрос вперед Скидка от Янсена Далее Мэнфис Де Пай Здорово Блинт Ну, а это уже повар обер Подать, конечно, пытался в этой ситуации Дейли Блинт То ли солнце ослепило То ли мяч на ногу не лед Ну, и Мэнфис Де Пай Карьера которого Теперь продолжается во Франции Мэнфис Де Пай Которого столько надежд Возлагали некогда в Манчестере Юнайтед Но там у него не заладилось В том числе и за отношение к делу Отношение к делу Это то, что регулярно в Англии Мэнфису ставилось в вину Ну, и много раз Тренеры Ман Юнайтед говорили о том Что ждут, когда же Мэнфис повзрослеет Когда же возьмутся за голову Ну, вероятно, что произойдет С ней в Манчестере Так или иначе Безусловно, один из лидеров В этой сборной В этой сборной Голландии Мэнфис Де Пай Хотя В прошлом матче В матче против сборной Марокко На его месте На его позиции Очень здорово Смотрелся Инси Промис Который Регулярно взаимодействовал Также с Де Паем Который в том матче Также вышел в стартовом составе Они постоянно менялись местами Они создавали Движение в атаке Ну, и Промис в итоге Отметился Во-первых, голом Во-вторых, великолепной Голевой передачей на Янце Ну, а Нужно отметить, что В случае с забитым Мечом в конце Промиса Как раз таки ассистировал ему Своего фланга Мэнфис Де Пай Прекрасно Разобьался Де Пай Там со своим оппонентом Ну, и выкатил мяч Промису В страхную площадь К тому нужно было Только подставить ногу Хотя дистанция там была Не такая маленькая Так или иначе Промис был просто великолепным И был, безусловно Одним из лучших футболистов Того матча Против сборной Марокко Который на выезде Сыграла сборная Голландии После того самого Сбора в Португалии О котором мы уже говорили Адвоката не было там Но, тем не менее Известно, что Фред Гримм Летал В Стамбул Там довольно серьезная Востоятельная беседа была У Гримма И у адвоката И в том числе, конечно Обсуждался список Тех, кто будет вызван На этот сбор И на эти два Товарищеских матча Здесь трудно, конечно Янсен будет отбороться За этот мяч И дальше передача Идет назад Потихонечку Сборная Кот Дивуара Пытается выйти Со своей половины поля Но, опять же Высочайший И очень агрессивный Прессинг от голландцев Как следствие Неточная передача Блинт Разгоняет атаку Пошел сам Пока как нож Сквозь масло Идет Ну и дальше Опять Блинт не точен Но мяч попадает В ногу Защитник И от ноги Это был Исмейль Троуэр И от его ноги Покидает пределы поля Таким образом Будет угловой Посмотрите Как легко Здесь дали Блинту пройти Ну а дальше Уже пытался Дивуара Наносить удар Но Исмейль Троуэр Отставил ногу В итоге только угловой И все гренадеры От оранжевых Пошли туда Страхнуем соперника Подача Опасно Удар 1-0 Джоэл Вертман Пришел на стандарт Чужим воротам И после Великолепной передачи Мемфиса Депая Головой Внес мяч В сетку Ворот соперника Еще раз смотрим Как же здесь Так оставили Одного Велтмана Посмотрите Переиграл соперника Вроде бы Следил за ним 17-й номер До какой-то Степени Это был Сио Он должен был Нет, не Сио Это Серж Арье Один из самых опытных Защитников Сборной Код Дивуара Он должен был С Велтманом действовать Но изначально Дал серьезную дистанцию В этом противоборстве А потом просто Был заблокирован Таким образом Велтман остался Совсем один И в итоге Открыл счет В этой встрече 1-0 на 13-й минуте Джо Велтман Опять же Один из ключевых Игроков Амстердамского Аякса Этого Аякса Который вышел В финал Лиги Европы Запрос мяча Вперед Не точно Это так На потеху Есть про Силенсену И дальше Силенсен будет Вводить мяч Вот ворот Уже ввел Депай Легко развернулся Убрал соперника Здорово Проходит Передача Запрос мяча Вперед Здесь Робен Подхватывает мяч Стащит на себя Двух игроков Ну а дальше Передача ТТ Между ног Сопернику Не точная И в итоге Начало атаки Для Кот Дюара Велтман здорово Здесь подцерковал Своего партнера И как раз таки От третьего номера Сборной Голландии Мяч покидает Пределы поля Опасно может быть Продолжается Атака Кот Дюара Дальний удар И опять же Это очень легко Для Силенсена И сразу же Моментально Залкипер Барселона И сборной Голландии Ищут варианты Для ввода мяча В игру Ни секунды паузы Только мяч прилетает В руки Силенсен уже ищет Варианты Условно это то Что сейчас Требуют от вратарей В современном футболе Ну а в школе Аякса И вовсе К вратарям Требования Особенные В частности В Академии И также В главной команде Запрещают Вратарям Вводить мяч В игру Дальним ударом Отправлять мяч Вперед С наглого Центральным Нападающим И так далее Нет Разыгрывается мяч Только с ближними В Барселоне Насколько я знаю Таких требований Очевидных И четких Нету Но тем не менее Безусловно Манера игры Силенсена Она Очень сильно Как раз таки Завязана На те требования Которые были В Академии Аякса Подача Опасна Джованни Сио Здесь оказался На ударной позиции Дистанция была Довольно Значительной Но тем не менее Можно было попытаться Найти главой Дальний угол Ну а Сершурье Делал передачу Янцен Поехали Ноги у нападающего Сборной Голландии Как следствие Потеря Здесь хорошо Бамэн отборолся И мяч остается У его арицы Левым флангом Развивается атака Хорошая передача Но здесь ТТ Наготове Сыграл корпусом Подхватил этот мяч Выбил его за пределы поля 21 год Всего этому парню Ну и как раз Уже несколько раз Он вызывался В сборную Голландии Это не первый Был вызов И на скамейке был Ну и сыграть Уже довелось В частности Матча со сборной Италии Робен Мяч у его арицы Остается Мартин Синди Играет назад На Силисона Тут очень спокойно Ногами С ближним Груно Мартин Синди Начинает новую атаку Переводом направо Не точно Еще раз смотрим Забег по правому флангу В исполнении Ариена Робена Как здорово На широком шаге Здесь все делал Голландец Но в последний момент Выбил у него Из-под ног Симон Дели Этой мяч Футболист Выступающий За правскую славу Фаутман Через ногу Соперника Но при этом Арбитр показывает Что бросать Как раз таки Футболиста Кот Девуара Хотя как оказалось По крайней мере Звук был Касание мяча Ноги Ивуарийского Футболиста Нет владения За гостями Мяч штрафной площади Поднимается На ноги Ивуарийц Ну никакой опасности Это не приносит Франк Киси Одиннадцатый номер Депай на кратке Пытался обыграться С партнером Не получилось Остается мяч У голландцев Мартин Синди Играет налево Здесь Дейли Блинт И снова он Бропер Дает ширину Здесь ТТ Пока без продвижения Контролируется мяч Сборная Голландии Долго уже довольно мяч На половине поля Хозяев И пока очевидных продолжений И в итоге пришлось Вот так опасно играть Для того чтобы сохранить мяч Смейли Троуре Здесь досталось Футболисту Франциску Анжи Передача пяткой Мяч остается у Ивуарийцев Канон Передача вперед И можно продолжать Карне Подача в травную Опасно Но принять мяч не удалось Это по-моему Опять был Сио Снова Канон Снова он продирается По левому флангу Но довольно легко Это все читалось Высокий прессинг И в итоге мяч Здесь в борьбе У непосредственных подступов К штрафной сборной Нидерландов Удар На исполнении Шестой номер Пытался забросить мяч за спину Это Жан-Мишель Сери Ну а у Канона Здесь небольшие проблемы Франк Кисси Столкнулся с пропером И небольшой дискомфорт Почувствовал в бедре Ну я думаю Что сейчас Кисси расходится Разбегается И все нормально Сможет продолжить встречу Одиннадцатый номер Быстро Очень быстро мяч переходит Обратно к футболистам Сборной Кот Девуара Ну а здесь еще и нарушение правил Очень хорошо с мячом Разогнался Жан-Филипп Габамен И в итоге Пришлось против него Нарушать правила Причем осознанно Здесь Пропер шел на этот фул Довольно быстро разыграли мяч Игроки сборной Кот Девуара Арье Сио Снова Сио И потеря Быстро выйти в контратаку Не получается И как следствие Потеря Мяча Голландцами И тут же мяч теряют И футболисты Сборной Кот Девуара Довольно много брака Стараются мельчить Те и другие Ну и как следствие Вот эти многочисленные передачи На ограниченном пространстве Приводят к потерям Купа мэн И за боковой Голландцы вводят мяч Блинт Нужно менять направление атаки Потихонечку скатывается Мяч направо Телкман И снова Блинт И нет продолжения Вот сейчас оно найдено И Девпай разгоняет эту атаку По своему левому флангу Кисей Завозился с мячом Уже давным-давно Нужно было отдать передачу Только сейчас Одиннадцатый номер Кот Девуара Это делает Но и вот Пошел мелкий пас Уже в исполнении Футболистов в белой форме Здесь На своей половине поля Разыгрывают мяч Игроки Кот Девуара Дают ширину Наконец Канон Играет назад Снак Бомена И дальше Без нарушения правил Голландцы отбирают мяч Янсену тяжело Под такую передачу Было набрать скорость На месте Был девятый номер Сборной Нидерландов Но и Конечно Пас В его направлении Совсем должен был быть другим Двадцать пятая минута матча Один ноль Впереди сборная Голландии Благодаря голу Который забил Джоу Делкну Сио Иси Отключает Канона И подача Хорошая Удар по воротам Опасно Покидает мяч Пределы поля От ноги футболистов Сборной Голландии Ну вот Не покинули раньше Давайте еще раз смотреть Как это было Долго Посмотрите Как долго Готовил эту передачу Канон И в итоге Классная она получилась Ну и дальше Есперт Силисон Ему пришлось Активно включиться В эту игру Угловой Подача Ну это в руки Силисон Это сладкая булочка И сразу же Ищет Первый номер Сборной Голландии Продолжение Но показывает Рукой Что Подождите Давайте выйдем Расставимся Ну а здесь Шикарный сейф Правда Как показалось Мяч Створ не шел Ну и подкат Не менее эффектный В исполнении Сержа Ориен По разному Себя ведут Тренеры Ну и Уж не знаю Может быть И по природе Своей Фред Грин Не такой активный И не такой Эмоциональный Как Марк Вильмус Ну по крайней мере Его действия Да Его куда больше Эмоциональная пассивность Отлично вписывается В логику того Что все таки Грин здесь Временщик И совсем скоро Ему дела сдавать Остается мяч в поле Ну и только сейчас В уход За его пределы После касания Джо ТВ Джавани Сио Один из самых активных По первым минутам Футболистов Сборной Код Дивуар Ну правда Если на первых минутах Довольно серьезная активность была Дальше немножечко Подустал И подсел Тринадцатый номер Африканской сборной Игрок Французского Рена Ну и что Уже активность На скамейке Код Дивуара Неужели замена Уже по ходу Первого тайма Ну если только вынужденные Ну а в перерыве Конечно Запланировано И за боковой Канон будет выполнять Брос мяча из аута Дальше потеря И сборная Голландии Пытается выйти в контратаку Отлично это получается Но вот передача Она класс Она не точный Вышла И как следствие Потеря Двадцать восьмая минута матча Фод Дивуар Пытается перевести мяч На чужую половину Дли Длинная передача Вперед В борьбу Мартин Синди Выше всех И дальше Сио Удар Поворотом Силесона Не точный совсем Не лучшая позиция Была у Джованни Сио И тем не менее Решил пробить И по-прежнему проблемы Проблема с выходом из обороны Футболистов сборной Голландии С выводом мяча С выводом мяча С выводом мяча так же Но вот сейчас здорово Все получилось сделать Нашли пространство Нашли зону Классен Депай Дальний удар В исполнении Мемфиса Депай Много партнеров рядом было И в общем-то Не слишком подготовленно Показался этот удар И не слишком Скажем так Обусловленным Игровыми действиями Еще хорошая атака Левым флангом Но здесь зацепиться за мяч Рену Робину уже не удалось Совсем недавно Мы с вами видели Сборную Кот-де-Вуара Видели живьем Краснодар приезжала Команда Марка Вильмутса Но там нужно сказать Совсем другой состав Был на поле И в частности Нету тех футболистов Которые забивали голы Ворота нашей сборной Со счетом 2-0 В пользу Ивуарийцев Тот матч закончился А забивали Джонатан Коджа И Вилфредза Сегодня ни того Ни другого В стартовом составе Нет Еще один стандарт Еще одна подача Довольно легко Отбиваются голландцы Но подбор за Ивуарийцами И дальний удар Еще один Опасный Да, контролировал ситуацию Еспер Силлисон Да, видел Траекторию полета мяча Но Смотрите, каким сильным Получился этот удар И в последний момент Здесь наклонялся Уворачивался от этого мяча Пытаясь сыграть головой Бруно Мартин Синди В общем-то Если бы удар пошел в створ Было бы очень опасно Ну а теперь опасность У ворот сборной Код Дивуара И 11-метровый 11-метровый Назначает Хэральдс Лехнер Главный арбитр этой встречи Все ли в порядке с вратарем Сенгаре выскочил Нападающего соперника Давайте смотреть Как это было Ну и сбил Конечно, здесь нет никаких вопросов Не успел сыграть Голкипер Сборный Код Дивуара в мяче Сбил Винсента Янсена Однозначно 11-метровый Четко сработал Австрийский арбитр Ну и, видимо, Ариен Робин Будет этот стандарт исполнять Все в порядке С Бадра Сенгаре Возвращается Створ ворот Ну и Теперь задача Непростая Перед ним стоит Ариен Робин Против галкипера Сборной Код Дивуара 2-0 2-0 Смотрим еще раз Очень легко Играючи Исполнил этот пенальти Ариен Робин Завалил галкипера Код Дивуара В один угол Ну а сам Под дальнюю штангу Сильно направил мяч Ну и таким образом Забил свой 32-й гол За сборную Голландии Еще раз разыгрывает Футболисты сборной Код Дивуара Мяч в центральном круге 2-0 В пользу голландцев Бесомый аргумент К 33-й минуте Бомен играет назад Дальше на левый фланг Здесь канон Тащит мяч Снова к Бомен Отправляет мяч направо И здесь тяжело В борьбе принимать Этот мяч был ИПП В итоге В итоге мяч уже у голландцев Фелкман Начинает новую атаку Своей команды Бомен Остается мяч у его арийцев Ненадолго Несколько неточных передач Ну и как следствие Потери мяча Робен бросает И за боковой Но опять же И здесь неточность И здесь брак В итоге опять же Очень быстро теряют мяч Та и другая команда Ну и вот уже Снова Владение за голландцами Блинт Струкман Струкман Депай ДТ Ищет продолжение Не рискуя В итоге играет На центральных защитников Но и в который раз Велтман Отвечает здесь За начало атаки Сам тащит мяч Когда есть такая возможность Ну и вот сейчас Довольно удачно Это делает Но вот только передача Не точная И тем не менее За задумку И за внимание Благодарить своего партнера Ариен Робен Это Пропер Пытался сделать Вот такую Резаную передачу Направо 35-я минута матча 2-0 В пользу сборной Голландии Два стандартных положения Принесли Два забитых гола Сначала угловой И удар в исполнении Джоэла Велтмана Практически без сопротивления Ну и далее 11-метровый удар Прекрасно исполненный Ариеном Робеном Который сейчас Ходит в штрафной Еще один опаснейший момент Робен Угловой Только угловой Забыл Нанести удар Ариен Робен Подбирал ногу Пытался принять решение Как пробить С острого угла Уже заточен был на ворота Сам посмотрите Пошел Ариен Робен Напустил глаза на мяч Посмотрел Увидел что партнеров нет Пытался сам понять Как нанести ему этот удар Но в итоге Подкат соперника И только угловой удар Разыгрывают его голландцы Снова Робен Подача в штрафную Опасно И 3-0 И снова Джоэл Велтман И снова одного Его совсем оставили в штрафной Защитники сборной Кот Дивуара Ну и какая подача Все шикарно исполнено Ну правда с той оговоркой Что уровень сопротивления Здесь Ну совсем никакой Посмотрите Вложения вне игры нет И также нет защитника Который должен был действовать С Джоэлом Велтмана Второй раз его уже теряют После стандарта Защитники сборной Кот Дивуара Не знаю Можно ли здесь Какие-то претензии Выдвигать в сторону Бадресенгаре Нужно ли ему было Выбрасываться раньше На Велтмана И идти на перехват Но так или иначе Когда в твоей штрафной Раз за разом Без сопротивления Совсем остается Довольно опасным Для стандартных положений Игрок Ну Жди беды И дважды Эта беда уже приходила Приходила к воротам Кот Дивуара Джоэл Велтман Дубль Плюс еще один гол От Арена Робена И как следствие 3-0 Нарушение правил Очевидное Янсена В очередной раз Завалили на газон Быстро Пытается разыграть Мяч футболисты Сборной Нидерландов Не позволяет им Это сделать Игроки сборной Кот Дивуара Ну вот Мяч уже в игре Бруно Мартин Синди Далее Велтман Селесен Далеко отправляет мяч Здесь не было Агрессата Но тут же Высокий прессинг В исполнении Голландцев Все это довольно опасно Для сборной Кот Дивуара И в итоге Едва не потеряли Мяч футболисты В белых футболках Ну а вот здесь Уже нарушение правил Ряд Был арбитр И поэтому Свисток Харагда Лехнера Не заставил себя ждать Канон Играет вперед Ну и здесь потеря 39-я минута матча Не сказать что Каких-то сверхусилий Для сборной Для сборной Нидерландов Стоили эти Три забитых мяча Два стандарта Скажем так Максимально Неопрятный игрой Сборной Кот Дивуара На них Ну и Еще один эпизод С дальней передачей И выходом на вратаря Винсента Янс Эпизод Который принес 11-метровый удар Ну вот сейчас Может быть Что-то будет Организованно У ворот сборной Нидерландов Еще одна подача В исполнении Канона Не точная На этот раз Но мяч остается У африканцев И можно еще раз Попробовать подать Так и есть Мяч штрафной Два мэн Ищет продолжение В итоге без продвижения Играет сборная Кот Дивуара Слева Один Канон Ждет передачи Сейчас мяч Приходит К пятому номеру И дальше Заброшу Трафную Совсем не точно Остается мяч У футболистов В белой форме Дамэн И снова налево Снова на Канона Элегантно Пяткой Сио Передача на ПП И дальше Не удалось Обработать этот мяч И в итоге Потеря Далеко От греха Подальше Играет Джилл Велтман И в итоге Мяч Приходит Сборной Кот Дивуара Кесси Неточная передача Еще одна В простой ситуации Когда никто не мешал И снова захлевывается Атака Ивуарицев И может Очень хорошая Контраатака Получиться у сборной Нидерландов Роббен Все-таки сумел Выполнить передачу И показывает Партнеру Это Мемфис Депай Ну что же ты Свободная зона Но и Депай Можно понять Роббен Явно передерживал Мяч В этой ситуации Зато и извиняется Сейчас перед своим партнером Сери Передача направо Здесь Урея И снова Сери Рядом Купамен И перевод мяча налево Канон Купамен Ну и в итоге Ждал Ждал этой передачи Гораздо раньше Продолжают голландцы Атаковать И в итоге Угловой удар Зарабатывают Еще один стандарт Еще один стандарт Ну и конечно В центре внимания Третий номер Уже два угловых Закончились его голами Один после прямой подачи Ну а второй был разыгран И дальше пошла передача От Робина Ван Перси Варина Робина Конечно же Ван Перси Выступает Подача И нарушение правил Здесь австрийский арбитр фиксирует Из-за боковой Уарийцы будут Выбрасывать этот мяч Еще раз смотрим эпизод Здесь на стандарте Ну конечно мешал Ариен Робин Дэвид Классен Это был Дэвид Классен Здесь мешал Голкиперу Сбурный Кот Девуара Хорошая передача налево Здесь Канон И нарушение правил Сделал паузу Главный арбитр Харель Клехнер Дождался Чем закончится эпизод У кого окажется мяч Ну и Как следствие Дал свисток Здесь довольно Жестко сыграли Против Янсена Янсена Находился в воздухе В этот момент Получил толчок в спину Довольно грубый эпизод И возможно имело смысла За него показать Желтую карточку Это сделано не было И посмотрите Страсти продолжают Разрастаться И здесь Как раз опять же Сошлись Янсен И Дэли Который как раз В спину его и толкал И снова Довольно жесткое Противодействие Ну и Янсена Тоже можно понять У которого эмоции Начинают зашкаливать Депай Янсен И вернуть бы мяч Депаю Дотягивается до мяча Седьмой номер На положении вне игры И снова можно Обвинить Сярина Робена В том что Довольно поздно Он делал эту передачу Просился пас раньше Давайте еще раз смотреть Янсен протыкает Сна Робена И вот сейчас Опять же Ну оффсайда То здесь нет Это видно Но вот передача Получилась далеко Не идеальной И Нагнать этот мяч Очень сложно было Депаю Опасный момент Едва сейчас Не организовала Сборная Кот Девуара Уже ворот голландцев Не еще один свисток Это уже свисток На перерыв Не доиграли Две секунды В итоге Футболисты Чуть поспешил Харальд Лехнер Но остановок Действительно было Немного Остановки в основном Были связаны С празднованием голов Голов Которые забивала Сборная Сборная Нидерланд Дважды Джоэл Велтман После стандартных Положений После угловых Но и единожды Арен Роббер Также после стандарта После 11-метрового удара Который заработал Для своей команды Винсент Янцы У нас перерыв, друзья Отправляемся отдыхать После чего вернемся В Роттердам На легендарную арену Декюб Борьбы за попадание На чемпионат мира Ну а голландцы Поменяли тренера И совсем скоро Сборную Нидерландов Будет возглавлять Дик Адвокат С 6 июня Это будет Ну а пока Фред Грин Фред Грин Руководит командой В качестве исполняющего Обязанности Главного тренера Ну и конечно же Сейчас в перерыве Будет очень много замен В частности Ирик Баи Разминается Конечно же Его Пожалуй Главную на данный момент Звезду сборной Кот Девуара Мы ждем на поле Ну и у голландцев Также довольно много Изменений Я думаю будет Если не сразу в перерыве То по ходу У второго тайма Ну и конечно же Здесь особенно На поле Мы ждем Да и Уэсли Снейтера Безусловно И конечно же Квинси Промеса Который также Располагался На скамейке запасных По ходу первого тайма Но был Очень ярким И заметным В предыдущем Товарищеском матче Матче со сборной Марокко В котором Квинси Промеса Отметился И голым И голевой передач В итоге Марокко Голландцы Переиграли Со счетом 2-1 Ну а здесь В матче со сборной Кот Девуара Счет 3-0 3-0 Уже после Первого тайма Ну и все Три гола Пришли после Стандартных положений И вот этот Арбитр 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 этой встречи 11-метровый Был очевиден Ну и сейчас Уже нам Предстоит с вами Разбираться Разбираться С изменениями В составах Я уверен Они есть Посмотрим Какие замены Сделали главные тренеры Марк Вильмотс Ну и Фред Гримм Вот этот Достопочтенный Джентльмен Рядом с которым Постоянно Буквально По пятам Следует Франц Хук Собственно Они вдвоем И готовили Сборную Голландии Вот к этим Двух товарищеских Товарищеским матчам С африканскими Сборными Со сборной Марокко Собственно В Марокко Эта встреча И состоялась Ну и вот теперь Игра в Роттердаме Игра против Сборной Кот Девуара Ну и Рик Баи Которого мы с вами Ждали Видимо с первых Минут Второго тайма На поле Появится Его мы с вами Видим И также Видим еще и Сриак У футболиста Также выступающего В Англии Выступающего За Фулхам Он видимо Также появится Сейчас на поле Ну В нападении Ведет Сриак И выйдет Вместо Джованни Сио Который Пределы поля Покидается Так или иначе У резервного Арбитра Табличка С номером 13 В руках Появилась Ну а Вместо Кого Выйдет Бои Сейчас Разберемся Стартовал Тем временем Второй тайм Ну и давайте Я назову Составы В том сочетании В котором Они были По ходу Первого тайма Дальше Уже Будем разбираться Какие замены Произошли Ну так или иначе Мы знаем Что с Риак И бои На поле Появились Но и бои Понятное дело Место занял В четверке Защитников Сио Пределы поля Покинул Мы с вами Уже поняли Но вот Кто второй Болист Ну видимо Кто-то из двух Центральных защитников Либо Трооре Либо Дели С поля Ушли Итак В каких составах Команды начинали Встречу Зборная Код Девуара У Вильмаца Был следующий состав Бадра Сенгаре В воротах 23 номер Далее оборонный Ильфред Канон Пятый номер Симун Дени Номер 19 Четвертый Смаэль Трооре И 17 Серж Орье В опорной зоне Жан-Филин Бомен И шестой номер Жан-Мишель Сери Группа атаки Франк Киси Номер 11 Максвилл Корне Номер 9 13 Джованни Сио И второй номер Николя Пепе Ну мы видим Что расстановка Осталась прежней Здесь положение Вне игры После передачи Дейли Бут Сфиксировано Расстановку Сборной Код Девуара Осталась прежней 4-1 4-1 Собственно Как-то выступали В первом тайме Ну а что касается Сборной Голландии То здесь Замен нет Давайте досмотрим Вот эту атаку В исполнении Сержа Орье И дальше Уже перейдем К составу Голландцев Здесь пустой выход Из серии Ак Сразу два Футболиста В атаке У сборной Код Девуара С нетипичными Для атакующих Угроков По номерам Вот пожалуйста Николя Пепе Играющий Флангового форварда При этом Имеющий Двойку На футболке Вместе с ним Теперь еще и серия Под третьим номером Выступающий На острие Атаки Штрафной удар Еще одна Подача Ну Все обошлось Здесь для сборной Голландии Пытаются теперь Футболисты Голландцы Выйти на чужую половину Поле Измейль Тауэр Тем временем Из игры вышел И вместо него На поле Появился Рик Баев Ну и что касается Состава голландцев Здесь в воротах Леспер Силлисон Дейли Блинт Под пятым номером Действует У Синитсона Номер 22 Бруно Мартин Синди Номер 14 Джоу Велтман Номер 3 Автор 2 угол В этом матче Второй номер Кенни ТТ Восьмой номер Дэви Прокера Десятый Дэви Классен Шестой Кэнс Тротман Мемфис Де Пай Седьмой Венсент Янсен Девятый Капитан команды Ариен Робин Под 11 номером Выступает Главный тренер Фред Гл Исполняющий Обязанности Главного тренера Ну а главным Опять же 6 июня Совсем скоро Уже официально Станет Дико адвокатом В третий раз В своей карьере Адвокат Возглавит Сторонную Голландию Ну и опять же Если брать Последние 11 Смен Главного тренера Сторонной Голландии С 2002 С 2005 года Трижды Тренером становился Адвокат И по два раза Из этих 11 Гус Хидинг Луи Ванга Досталось Кэнну Стротману Небольшая пауза Перед ним Извиняется Еще раз Посмотрим Этот эпизод С головой В итоге Попал в лицо Стротмана Кэсси Неприятный эпизод Но понятно Что неумышлен Все было Со стороны Игрока Сборной Код Девуара Джилл Вилтман Ну а еще раз Дальняя передача В свободную зону На Винсенте Янсена Привела к тому Что Голландского нападающего Снес буквально Галкика Сборной Левым флангом Развивается Атака голландцев Янсен Заброс направо В итоге не доходит С мяч до партнера Но Переходит К футболистам Сборной Голландии Однако Фук Фиксирует Главный арбитр Эта встреча Харт Лехнер Из Австрии А в итоге Штрафной удар В пользу Сборной Кот Дивара Не заполнены Трибуны Арены Декюб Сегодня Но так или иначе Место 7 У футболистов Конечно Здесь на трибунах Находится Грубая ошибка В исполнении Его арийцев Пока не могут Ее воспользоваться Голландцы И в итоге Этот железный момент Казалось бы Заканчивается ничем Нет Мяч снова приходит К футболистам В оранжевой форме Ну и сейчас Даже партнеры Арену Робану Показывают Что Мэнфис Де Пай Кажется судья Даже сейчас показывал Был совсем один Смотрите Раз ошибка В исполнении Сборной Кот Дивара Но здесь удается Казалось бы Отвести угрозу Нет Опять дарят мяч Голландцам На ровном месте Молодой Кбомен Это делает И в итоге Снова опасность Еще один опаснейший Эпизод Арен Робан сам Наносил этот удар При том что Опять же Мэнфис Де Пай Был совсем один Еще одна Атака Голландцев Ну а здесь Уже сам Мэнфис Де Пай Проигнорировал Подключение Партнера Один На фланге Был Дейли Блинтс Де Пай Решил Повозить с мячом Как следствие Привез атаку На свои ворота Довольно быстро Правда Она захлебывается И тут же Получает продолжение И тут же Захлебывается снова Ну и свисток Свисток Харрин Де Лехнера Увышение правил Со стороны Петра Робан На Янсена Сыграл В итоге Возвращается В среднюю линию Он играет назад Здесь Фелтон Классен Элегантно Протерой дальше Во фланг Здесь Мэнфис Де Пай Против него двое Блинт Снова на Де Пай И положение вне игры Легко опять Опять слегка Теряет мяч Сборная Кот Дюара Опять легко Очень Мяч забирает Сборная Сборная Голландия И начинает Новую атаку Тротман Ее развивает Продолжение Находит его В лице Янсена Ну а Фурот Уже не точную Совсем передачу Делает И организовывает Для сборной Кот Дюара Хорошую Котратаку Направо Передача Здесь ПП Удар Поворотом И в итоге Рикошет Опасный Довольно Угловой Сырье Удар Две замены Уже Веньмот Сделал Но и еще Достаточно Заготовлено В частности Жерменье Появится на поле Футболист Который Вызван В сборную В пожарном порядке После того Как стало понятно Что Соломон Калу Не сыграет Не сыграет В городе Который Очень многое Значит С точки зрения Футбольного Образования И Становления Футбольной Карьеры Здесь В Роттердаме Конечно Ждали Соломона Калу Но Увы На поле Он сегодня Не появится А вот С вызванным Вместо него Жерменье Уже готовится Вступить в игру Ой, как здорово И четвертый мяч Сейчас Имел Все шансы Забить Винсент Янсен Казалось бы Неловко Обработал Девятый номер Сборной Голландии Этот мяч Но тем не менее Потом удалось Разобраться Все-таки С игровым снарядом И одним движением Убрать сразу Двух защитников Его арийской команды Вышел на убойную Позицию Янсен Но потом То ли усталость То ли мяч С ноги свалился Посмотрите Здесь опять Неудачно выбивают Мяч Футболиста сборной Кот Девуара И одним движением Двоих Как убрал здесь Девятый номер Сборной Голландии Передач От Классена Далековато Вроде бы Отпустил мяч Но потом Прибрал его Обратно И Опять же Одним финтом Убрав двоих Оказался на ударной Позиции Убойной позиции Реализовать этот момент Янсен не смог Трауре Идди делает Передачу На Блинда И снова Возвращается К Бруно Мартинсу Идди этот мяч И снова Блинд Депай Снова Депай Потащил сам И в итоге Уткнулся Сразу в троих Футболистов Сборной Кот Девуара И снова Бруно Мартинсинди Подхватывает Этот мяч И он будет Начинать Атаку Играет Сразу Во фланг Центральной Линии Дейли Блинд Бруно Мартинсинди Снова налево Снова на Блинда Робен Пошел сам И нарушение правил Очевидное Фанон Не согласен С судейским решением Но Пул тут был Абсолютно очевиден Еще раз Смотрим Пошел Наперерез Махнул Мимо мяча И может быть Даже Мимо Арена Робена В том что Сыграл Опасно Канон Вопросов нет Никаких Раслезная Размирочная Зона И конечно Особенно Его ждут Трибуны Пусть до конца Не заполненные Но тем не менее Серьезная Шумовая поддержка Здесь на степионе Дельфин Поперда И стандарт Еще один стандарт Еще одна подача Два голова После передачи После стандарта Уже состоялись И вот еще одна Уже не подача Это уже удар В исполнении Арена Робена И продолжается Атака голландцев Робен Депай Прострел Посмотрите Как медлительно Сейчас действовал Бои Какую паузу Взял перед тем Как мяч вынести Ну а находившийся Рядом игрок сборной Голландии Как будто не верил В то что сразу Бои не отправят Мяч подальше От штрафной И поэтому Довольно вялый Пассивный себя вел Посмотрите 59-я минута матча Ну и вот Желтая карточка Наконец появляется В руках У Харальда Лехнера Очень Либерально Обслуживал эту встречу Арбитр Ну и как следствие У ни одной Желтой карточки В первом тайме Ну а здесь Уже Сери Посмотрите Как жестко сыграл Против Дэви Классена И это уже чересчур Хотя опять же Вполне и до этого Могли быть показаны Желтые карточки В частности Сингары В эпизоде С назначением 11-метрового удара Но опять же Довольно либерально Себя до нынешней Минуты проявлял Арбитр Ну а здесь уже Нельзя было не дать Подача в штрафную Не точная Это вроде как Сингары Сразу же Голкипер Кот Дивара Вводит мяч в игру Не очень точно Обеспечил этим Сразу же Максимальный прессинг И потерю мяча Почти час сыгран При этом Сборная Голландия Действует Очень спокойно Не форсируя Не переходя С третьей на четвертую Скорость Ну и счет Очень комфортный Хотя не сказать Что у сборной Кот Дивара Шансов На контратаке Нет Эпизоды появляются Футболисты Марко Бельмакса Стараются Искать свободные зоны Но они всегда Их находят Арье через паузу Вводит мяч в игру Ну и в итоге Потеря Да и Леблин Будет бросать Из-за боковой Робен Пошел сам Марин Робен Ну и Есть ощущение Что Подустал Одинственный номер Сборной Голландии Вероятно Совсем скоро Его поменяются Очень неприятное Столкновение Тут же Свисток Главного арбитра Этой встречи Пепе Оказался на газоне Разводит руками Дейли Блинц Так или иначе Фулл зафиксирован Но и Стык очень неприятный Сейчас вероятно На поле придется Появиться врачам Желтая карточка Пятому номеру Сборной Голландии Еще раз смотрим Этот эпизод Хорошая передача Ну и дальше Очевидная блокировка При этом Пепе был на скорости Стык неприятный Для второго номера Сборной Код Дюар И он на сих пор Не может подняться Ну вот Теперь кажется Что все в порядке С ПТ Ему помогают Встать на ноги Ну и Наконец Заменой сейчас пойдут Уже Сборные Голландии Так Все те Кого мы ждали Джорджиниу Вейналдом Вовчисленный Ну и конечно Очень хочется дождаться Финсипромеса на поле Особенно учитывая Его удачные действия В последней игре Заброс Отличный Опасно может быть Немц Таким ударом Селесена Не перехитрить Селек Который вышел На замену Он пытался Нанести удар Очень здорово Был заброшен мяч Штрафновия Но таким ударом Опасности Серьезные К воротам Сборной Голландии Не принести Ну и у Кот Дювара Еще одна замена Готовится И смотри Диаманде Вот-вот выйдет на поле Еще один игрок Выступающий В чемпионате Франции Диаманде Появляется на поле Вместо Франка Кисси Скорее всего Здесь будет замена По позиции Замена в среднюю линию Не удается пока Перевести в центр поле Мяч Сборной Кладивара Ре Ну и Виналду Располагается В месте Для проведения Замены Мяч штрафной Продолжается Атака Продолжается Конечно не так Как того требовал Эпизод Дальний удар Неподготовленный Как следствие Совсем не точный Диаманде Его наносил Ну и Дэви Пропер Для него эта встреча Закончена Дэви Пропер Отправляется Отдыхать Ну а Джерджиниу Виналду Появляется на поле Для Джерджиниу Виналду Для которого Сезон получился Наверное Не столь ярким Как Могло показаться В начале Действительно Стартовал сезон Для Виналду Очень ярко Он здорово Вписался В команду Бюргена Клопа Но потом Все чаще Выходил на поле Лишь со скамейки Запасных Но так или иначе Уверен Что Всего В Ливерпуле Виналду Еще не сказал Игрок Это очень талантливый И очень качественный Ну и Джерджиниу Также располагается Время Для проведения Замены Так как Боится Это атака Сборной Нидерландов И Янсен Уже тоже Устал Опять же Позади Тяжелейший сезон Хотя Для Янсена Наверное Он вышел Не таким тяжелым Как для Многих других Все-таки Часто Винсент Янсен Оказывается На скамейке В Тоттенхэме Ну и Конечно Выиграть конкуренцию У Харри Кейна А также У Сона Который В потрясающей форме Был походу Для сезона Винсент Янсену Было очень сложно Здорово Опасно может быть И на лодом Наносит удар Багдас Ингаре На месте Ну и вот так Резво Выходит на поле Джорджинио Виналдум Сразу зарабатывает Угловой А мог бы и четвертый Гол Случиться Смотрите как здесь Здорово разобрались Футболисты сборной Голландии Классен Тут же отправил мяч На Виналдума Тут ворвался В штрафную С острого угла Пытался в ближний угол Отправить мяч Робен Подача Не получается Уаррина Робена Подача И я думаю Что следующий Кандидат на замену Это именно Одинственный номер Подправить мяч пообitor Воорвался Поверия Голланди Но consumers Стработчат Стработчат Паша Стработчат Стрка Отправить Вант Блейнт играет назад. За боковой голландцы будут бросать. Но только после того, как Жервиньо уже появится на поле. Николя Пепе отправляется отдыхать. Не слишком он был сегодня заметен. Ну и посмотрим, как сейчас изменится расстановка сборной Клодивора после выхода на поле десятого номера. Депай наносит удар в перекладину. И угловой. Сангаре спасает свою команду. Дотянулся голкипер Африканцев до этого мяча. Перевел его в перекладину. Какой удар. Опять же, обратите внимание, без сопротивления никто не мешал Мемфису Депайу наносить этот удар. Удар великолепный. Подача опасна. Отбивается сборная Клодивора. Мяч очень легко. Переходит опять голландцам. Стротман играет назад. Кто-то из игроков, хозяев, оказался на газоне. Вероятно, сейчас встречу придется остановить. Нет, все в порядке. Все на ногах. Но передача не точна. Кварится, мяч переходит. Канон. Далеко вперед играет. Из-за боковой все тот же Канон будет бросать. Ну а Мемфис Депайу имел очень хорошую возможность и свою фамилию в этом матче на табло записать. Удар действительно на заглядение. Правда, опять же, с той оговоркой, что Депаю не мешали его нанести. Ну и давайте, если мы говорим про Депая, про его великолепный удар, еще раз скажем про то, что фантастический сейф был Бадра Сенгаре. Какой-то сборный Клодивора. Вообще, если говорить про Сенгаре, про его игру, наверное, да, длину ему можно поставить за работу на 11-метровый, хотя там Сенгаре уже выскакивал как на пожар. Просто не успевал к этому мячу. Может быть, второй гол у Вельтмана можно поставить в вину голкиперу сборной Клодивора, но по большому счету серьезных шансов отразить те удары, которые стали голевыми, у голкипера и у Ворицев не было. Буквально на расстрел. Оставляли собственные защитники в эпизодах с обоими голами Вельтмана. Ну и, конечно, 11-метровые в исполнении Ариэна Роббена потащить было просто невозможно. Еще один серьезный аргумент с Фреда Гримма. Ариэн Роббен уже на пуле, ну а сейчас еще одним ветераном станет Борч, если Сенгар готовится выйти в игру. Расстрел. 4-0. Дэвид Классен записывает и свою фамилию на табло, но и можно только пожалеть то, о чем мы с вами уже говорили. Лебадра Сангаре, голкипера сборный Кот Дивуара, но посмотрите, как все легко здесь. Ушел за спиной защитником Дэвид Классен и аккуратненько на исполнение в ближний угол голкипера и у Ворицев ничего здесь не мог поделать. Ну просто расстреляли. Постреляли собственные защитники, которые позволили так легко уйти за спину Дэвид Классен. 24 года этому футболисту и при этом в Аяксе уже дядькой по большому счету Классен является. Ну и сейчас покидая пределы поля наступать место настоящему дядьке, серьезнейшему футболисту, опытнейшему ветерану сборной Голландии, Уэсли Снейдер на поле появляется. Ну и здесь, понятно, уже совсем другие легалии, здесь совсем другая статистика. 129-й, если не ошибаюсь, матч за сборную для Уэсли Снейдера. 30 забитых мячей. Ну и вот снова есть шанс у Снейдера пополнить свой голевой баланс в матчах за национальную команду. Этот сезон Уэсли Снейдер провел в Галатасаране. Ну так же, как и многие предыдущие, с 13-го года в Галатасаране выступает. Весли Снейдер и еще одна замена в сборной от Девуара. Коман на поле появляется, канон его местом на газоне уступает. Ну и вот многие из тех, с кем выступал. Сборная Голландии Уэсли Снейдер и также Ариэн Робан. Если кто-то уже карьеру закончил, то эти левые продолжают. Причем продолжают довольно успешно. Если судить по сегодняшнему матчу, я в данном случае говорю про Ариэн Робан. Ну а Халис Беллахрус уже ходит на трибуну, наблюдает за матчей на сборной голове. Ариэн Робан. Передача вперед. ДТ. Робан. Коман против него, только вышедший на поле. Продолжается атака голландцев. Нет, не точная передача. И в обратную сторону разжимается пружина. Затянул сейчас атаку, откровенно, Сери. И посмотрите, уже совсем другой манер она принимает. Два мэн. Снова назад. Жервенье. Снова он. Хорошая передача. Жервенье. Можно бить. Удар. И угловой в исполнении. Кот Дивуара. Еще раз смотрим. В широком шаге здесь здорово ушел от защитников. Жервенье сместился. В правую сторону оттуда нанес удар. Но и дальше Силесон, не рискуя, перевел мяч на угловой. Больстарт. И вот теперь подача. Подбор за футболистами. Кот Дивуара. Пронести удар сразу не удается. Атака продолжается. Попрежнему большое количество африканских футболистов штраф. Ну и может быть прямо туда сейчас попробовать нужно будет. Мяч направить из-за боковой. И можно выходить в контратаку уже голландцам. Хороший перевод налево. Бейли Блинц не смог обработать этот мяч. Творческое совещание. Набровки у Фреда Грина и Франца Хук. Но опять же, пока главные в сборной Голландии они. Совсем скоро маленький генерал зайдет на мостик. Ну и это уже будет совсем другая история. При этом уже известно, что первым помощником декабря Аката будет руби. Не поспеть, конечно, к этому мячу Арину Робану. Но тут же максимальный прессинг он обеспечивает для сборной Кот-Девуара. И итог этого прессинга это ошибка. Это переход мяча к футболистам сборной Голландии. Продолжается атака. Опасно. Заблокирован удар. Еще один. И здесь нужно добивать и делать счет. 5-0. На центр указывает арбитр Харальд Лехнер. Винсент Янсен. Заработавший пенальти в первом тайме. И свой гол забивает в этом матче. На подобеде с большой ложкой. На добивании Винсент Янсен. Отправляет мяч в сетку в ворот. В пятый раз уже. Футболисты сборной Голландии забивают гол. Ворота сборной Кот-Девуара. Еще раз смотрим первый удар. В исполнении Снейдера заблокирован. Дальше, по-моему, это был Жорджинио Вейналдум. Ну и вот здесь уже никого из защитников сборной Кот-Девуара на линии площади ворот не оказалось. Винсент Янсен первый на мяче и 5-0. Разгром. Закат-то какой в Роттердаме, а? Потрясающий план на арене Декейб. И потрясающий счет. Для всех болельщиков голландского футбола, которых в нашей стране довольно много, это, конечно, отрад. Но очень хочется увидеть на поле Винси Промеса. Ну а вот и он. Вот и Винси Промес сейчас послушает. Последнее указание тренера, узнает, против кого ему нужно действовать при стандартах. И отправится на поле. И время проявить себя еще есть. Пока же без него атакует сборная Голландии. Отдача штрафную. Не доходит мяч до Янсена. Но еще, по своему прочему, здесь и положение вне игры. А Промес уже готов выйти на поле. Ну что? Нет, пока не Промес. Пока не Промес, но скоро и до него дело дойдет. Собоглос появляется на поле вместо Винсента Янсена. Своё дело Янсен сделал. Ну и здесь целая бригада свежих игроков у сборной Голландии. Сейчас появится. Ну а пока дело дошло только до базы Достом. Ну и сразу, чтобы два раза не вставать, еще одна замена у голландцев. Ну и Мэнфис Депай покидает поле. Димен Бергвис вместо него появляется. Футболист Фейнорда, поэтому его встречают особенно на тепло. Ну и вот он, Крюнс и Промес. Вместо Ариэна Роббен. Роббен свое дело в этом матче сделал. На глазах у своей семьи. Ну и на глазах, конечно, у тренерского штаба. У своих сборных. Уверенный дикадвокат также. Эту встречу внимательнейшим образом будет отсматриваться. Судя по тому, что адвоката нам на трибуне не показали. Видимо, его здесь в Роттердаме нет. Но, конечно же, запись. Это игра адвокату не видит. Ну а может быть, и в прямом смотрится. Матч по телевидению. Бабан. Назад. Отыгрывает мяч футболисты сборной Код Диуара. Блинт выигрывает воздух. Догвис. Здорово. На кратке сыграли два футболисты сборной Голландии. Дальше передача направо. ДТ. На Промеса. Положение вне игры было. Передача. Промес забрался вовсе. Опять же, все более серьезное значение. Начинает играть в сборной Голландии. И в полунии Промеса на поле. По-прежнему еще трудно назвать Промеса железобетонным лидером сборной Голландии. Но так или иначе, все чаще берет на себя игру. Балеста Московского Спартака. Все чаще все более серьезную роль играет на поле. Как в матче против Марокко. Но там, опять же, отметим, был смешаный состав у Голландии. Промеса сейчас Эрик Баи. Опять же, опытнейший защитник. Поиграл, но и в итоге эти два Весли Снейдера. Мяч не заполучил. Два мэн. Играет назад. Здесь Орье. И Орье вынужден подключать к игре своего голкипера. Сангаре. Ищет продолжение. Ждет пока выбросится на него игру в сборной Голландии. Отправляет мяч далеко. Чудо штрафной. Промес. Отбавился. Мяч выиграл. Снова он. ТТ. Не проходит передачи. И, как следствие, контратака в свободную зону, которую как раз-таки ТТ и покинул. Жервенье. На широком шаге входит в штрафную. Передачу делает под удар. Удар не точным совсем получается. Это Сери. Наносил его. И, конечно, недоволен своими действиями. Шестой номер сборной. Кот Дювара. Ну, а вот Жервенье все сделал здорово. 80-я минута матча. 5-0. Голландцы впереди. Селеса. Начинает новую атаку своей команды. Меч приходит к голкиперу. Отличная передача на Блинда. Ну, а тот уже не точно сыграл. Но вот есть второй шанс. И снова далеко не идеальная передача на Снейдера. Два футболиста сборной Коддиуара были рядом с 20-м номером сборной Голландии. Ну, и один из них в итоге мяч перехватил. Нарушение правил. Нет, можно продолжать. Тут же претензия от футболистов сборной Коддиуара к главному арбитру Харльдо Лехтера. Но вот здесь уже свисток, конечно же, Снейдер получил по ногам. Хороший перевод. Дервис. Из-за боковой. Хорошая передача. Жервиньо. Ну, и здесь нет никаких абсолютно проблем у Еспросилицина. А ко всему прочему мяч пределы поля еще докидает. Ну, вот уже на лавочке Ариен Робин. Хорошее настроение. Здесь готовятся еще замены, по-моему. Ну, и счет под стать. 5-0. Хорошее настроение и у Робина, и у Янсена по голову забили. В этом матче Янсен, по-моему, еще для Робина и пенальти заработал, может быть, как раз этот эпизод и обсуждал. Два футболиста, покинувшие пределы поля. Ну, а сборная Голландии уже без них. Комбинирует на чужой половине, ошибается. Пенси Промес. И мы от него, значит, покидают пределы поля. Яркое солнце в Роттердаме. Волна по трибунам. Праздничный антураж. В этом матче безусловно. Но это не отменяется по-прежнему очень тяжелого положения сборной Голландии во дворочной группе. И первый соперник команды под руководством Дика Адвоката уже будет, пожалуй, не самый сложный сборной Лексенбурга. Ну, а вот дальше, дальше уже будет совсем другая история. Ну, а пока 5-0 против Кот Дивуара. И действительно, еще одна замена в составе сборной Голландии. И сейчас будет, после того, как сборная Кот Дивуара проведет эту атаку. Вот он свисток. И, вероятно, именно сейчас на поле появится. По-моему, там Баррис Рамсена находился на бровке. Еще один очень молодой фаборист из Пейс Вейнтхолка. Кевин Стротланд покидает пределы поля, но и на его позицию как раз-таки Рамс Ларе выходит. Фактически полностью обновился состав сборной Голландии. Больше, чем наполовину. Снайдер не точную передачу выдал на Дейли Блинда. И еще одно нарушение правил. Еще один свисток. Диаманде извиняется перед соперником. Ну, а сборная Голландии сейчас будет разыгрывать. Еще один стандарт. Уже разыграла. Вот он, Рамс Лар. Несколько касаний ничего уже сделал. Ну, а тут опять неточная передача в исполнении Пейси Промеса. И нет нарушения правил. Так считает Харальд Блэ. Снайдер разгоняет атаку своей команды. Хорошая передача налево. Здесь есть пространство у Блинда. Подача штрафную. И угловой. 86-я минута матча. Летят с трибуны. Шарфу или что-то еще оказалось на газоне. Кричали зрители ура и в воздух чепчики бросали. Продолжает катиться по стадиону в Роттердаме волна. Продолжают зрители праздновать эту победу. Победу, которая ничего не принесет сборной Голландии. Но очень важный психологический эффект перед решающей стадией борьбы за попадание на чемпионат мира. Еще один угловой. Наведен порядок. Ну и теперь свисток австрийского арбитра. Подача Снайдера. Не слишком удачная. Но еще один стандарт с той же точки. Ну и посмотрите. Разбирательство здесь серьезное. От севуарийских футболистов действительно опасно. Сейчас мог быть срезан мяч. И сбор ворот. В общем-то был не так далеко. Еще одна подача. Продолжается атака голландцев правым флангом. Подача не точная. Снова разбираются. Снова разбираются аварийские футболисты. Много претензий накопилось у голкипера сборной Кот Дивуара. Ну, конечно. Вот оно счастье. Вот как оно выглядит. Ну, а игроки чем? Конечно. 5-0. Не часто такое увидишь. Особенно учитывая то, как складывалась история сборной Голландии в последние годы. Соперник нужно отметить довольно серьезно. Сборная Кот Дивуара, которая идет в атаку. Удар. Поворотом. Силюсон. Ух. Ну, если бы забить удалось сейчас сборной Кот Дивуара, праздник был бы немного подпорчен, но Йоспер Силюсон какой сейв выдал эта фантастика. Не один повтор, я думаю, мы сейчас увидим этого эпизода. Фантастическая реакция. Чудеса реакции от Йоспера Силюсона. Бруно Мартин Синди играет на Силюсона. Тот сразу же вперед на правый фланг. Т. Рам Селар. Ищет продолжение. Дальше уже через правый фланг опять же пытаются выйти на чужую половину поля. Голландцы. И неточная передача. И опять в обратную сторону. И опять контратака была бы, если бы опять же не брак в передачах уже в исполнении сборной. Кот Дивуара. Заброс вперед. Промес со всех ног к этому мячу несется. Вот он Квинси Промес. Передача неточная. Рам Селар подхватывает мяч. Удар по воротам опасный. От 20-летнего-то футболиста сборной Голландии. Ну и вот он. По штрафную и дальше в касание. Деряк. Это он. Наносил удар внутренней стороной стопы. И фантастический прыжок от Весбера Силлисона. И поздравление от форварда сборной Кот Дивуара. Действительно, этот сейф, это спасение нельзя было не оценить. И не важно, какая на тебе футболка. Сборной Голландии или сборной Кот Дивуара. Просто фантастика. Снайдер в который раз оказывается на газоне. Играть осталось совсем немного. Вряд ли значительнее будет количество минут добавленных австрийским арбитрам. Небольшую паунду сейчас Харри Пьяхмар вперед. Еще одна желтая карточка. Для Монтейна получается. Ну и вот так вот по ключу еще по кокольку. Катится к концу основное время этого матча. Плюс, наверное, пара минут все-таки будет добавлен. Промес. Снайдер. Рамселак. Обыгрался с партнером. И не рискнул сделать передачу на Блинда. Нет, ничего не добавляется. Ничего не добавляет. И ко второму тайму Харрельц-Лехнер. В итоге финальный свисток. Финальный свисток, который юридически закрепляет крупную, разгромную победу. Сборная Голландии обыгрывает сборную Кот-Дюара со счетом 5-0. И один из главных героев концовки этого матча Еспер Силеса. Фантастическая реакция вратаря голландцев. В итоге позволяет им сыграть насухо. 5-0. Ну и Арен Роббен. Один из героев. Так же, как и Винсент Янсен. По голу они забили. Ну и также отметим Джоэла Вельтмана, который сделал дубль. Друзья, мы поздравляем всех болельщиков голландского футбола с этой яркой победой. Пусть и в товарищеском матче. И на этом заканчиваем нашу трансляцию. Еще раз авторы всех голов на ваших экранах. Роббен Клауссен, Янсен и, конечно же, Вельтман. Меня зовут Михаил Масаковский. Вместе с вами я смотрел эту яркую встречу. Всего доброго. До новых встреч. Смотрите футбол на наших каналах. Пока.